Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. За тех, кто в форме, анапские полицейские отметили 100-летний юбилей органов внутренних дел России. Попробовать мастерство на вкус. Будущие повара со всего края своими кулинарными способностями удивляли жюри краевого конкурса, чтобы получить путевку на чемпионат молодых профессионалов. Настрой встать в строй, анапские юноши доказали готовность вступить в ряды российской армии. Подведены итоги конкурса «Призывник-2017». В этом году отмечается 215 лет со дня образования Министерства внутренних дел, а также 100 лет с момента формирования народной милиции. После реформы она стала называться полицией, но, как отметили на торжестве в городском театре, задачи остались неизменными. Прежде всего, это охрана правопорядка и безопасность граждан. Глава городокурорта Юрий Поляков отметил тех, кто отличился в этом году и получил ответный подарок от руководства городского отдела полиции. В городском театре действующие сотрудники ветерана МВД, сотрудники городской администрации, а также представители территориального общественного самоуправления, которые звонят участковым, если где-то проблемы в семье или просто нужно усмирить дебошира. Это наши ребята, которые всегда на связи, если не могут ответить, перезвонят обязательно. Очень внимательные, очень порядочные ребята, которых хочется действительно от души поздравить с таким замечательным праздником, с огромным уважением отношусь к нашим ребятам, которые именно работают в силовых структурах. В зал вносят флаг Российской Федерации, звучит государственный гимн. Сегодня в подразделениях Министерства внутренних дел города-курорта работают более 500 сотрудников. 49 из них получили почетные грамоты и благодарственные письма главы муниципалитета и городского совета. Вы мужественные люди. Вы поддерживаете право порядок в городе-курорте. Город-курорт – это еще миллионы отдыхающих. И здесь у нас тоже порядок. Я хочу поблагодарить вас за это. И пожелать вам хорошего крепкого здоровья, терпения, тепла, семейного уюта. Всего вам самого хорошего. Служба в органах внутренних дел требует от человека особых качеств, преданности, уверенности. Очень много знаний. Вы, наверное, знаете о том, что только ваша и прежде всего ваша заслуга в том, что город-курорт Анапа все в Российской Федерации считают безопасным городом для отдыха. Это, конечно же, большое достижение. Глава города-курорта вручил начальнику полиции Анапы Андрею Терехину почетную грамоту. Юрию Полякову подарили книгу об истории охраны правопорядка в Анапе, начиная с середины 19 века и по сей день. С особой благодарностью я хочу обратиться к сотрудникам полиции Анапского гарнизона, к тем, с кем мы ежедневно ведем борьбу с преступностью, храним порядок и покой в нашем городе. Перед нами стоит множество сложных задач, поэтому нам необходимо повышать свой профессиональный уровень, осваивать новые формы и методы работы. В системе остаются только те, кто предан своему делу, обладает силой воли и мужества. Желаю вам сохранить свои лучшие качества, передать их молодому поколению. А тем сотрудникам, которые только начинают свой жизненный путь в системе МВД, хочу пожелать, чтобы вы помнили, что от вашего профессионализма, человечности, порядочности зависят судьбы людей. Минутой молчания почтили сотрудников, погибших при исполнении своего долга. К монументу в сквере боевой славы отправили памятную корзину с цветами. Известную всем песню слушали стоя. Затем также песни вспомнили героя России Магомета Нурбангандова из Дагестана, того самого, который перед смертью произнес «Работайте, братья». «Мы с тобой за этот город отвечаем, отвечаем за спокойствие людей». Слова из старой песни почти как девиз. Пожалуй, именно в этом и состоит каждодневная работа сотрудников полиции. И к другим темам. В Краснодарском крае разработают стратегию национальной политики региона. Об этом заявил губернатор Кубани на заседании Краевого совета по межнациональным отношениям. По словам Вениамина Кондратьева, вопрос национального мира сейчас один из самых важных как в федеральной, так и в региональной повестке. Для Кубани он является особенно актуальным. В Краснодарский край каждый год переезжают около 120 тысяч человек разных национальностей и конфессий со всей России. И для дальнейшего поступательного развития Краю необходима стратегия национальной политики. К ее формированию важно подключить представителей национальных общественных объединений, членов общественной палаты Края, советов при органах местного самоуправления. Что касается стратегии национальной политики, я хотел бы, чтобы этот документ рождался не в кабинетах чиновников, а вот все вместе, в диаспорах, в центрах национальных культур. Он прошел обсуждение. И мы должны его сделать на самом деле живым, действенным уставом, жизнеспособным. И кто бы к нам не приехал, какой национальности, все должны понимать, что они должны жить по этому уставу, по этой стратегии. Еще раз подчеркиваю, мы все вместе отвечаем на эту стабильность, межнациональную. Стратегию национальной политики региона разработают уже до конца года, и в ней обязательно должна быть предусмотрена работа с молодежью. Общественная приемная депутата Законодательного собрания Краснодарского края Юлия Пархоменко открылась в Анапе. А работа парламентария на территории началась с приема жителей города-курорта. От имени главы Анапы Юрия Полякова собравшихся поприветствовал его заместитель Валерий Королев. Он пожелал депутату плодотворной работы. В свою очередь Юлия Викторовна пообещала, обращения анапчан не останутся без ответа. Самое главное, чтобы действительно все знали, что здесь практически целыми днями будут работать специалисты, которые и выслушают проблему, но эта проблема не останется на уровне приема заявки и записи, кто пришел, а все-таки будет решение тех вопросов, которые будут человеком озвучены. Мы уверены в том, что сторонников тех идей, тех задач, которые имеет у себя Юлия Викторовна, общаясь с вами, конечно же, будут определенным началом и дальнейшим движением для того, чтобы те планы, которые намечены, были исполнены. Социальные условия жизни граждан и развития той территории, где будет работать депутат. В Анапе у Юлии Пархоменко есть помощники. Они будут принимать поступающие обращения и работать с ними. Сегодня Юлия Викторовна провела первый прием на территории. Вообще же, общественная приемная депутата ЗСК будет открыта в будни с 9 до 18.00 с часовым перерывом на обед. Адрес ее расположения – улица Крымская, 181. В Анапском колледже сферы услуг соревновались начинающие повара. Это первый этап краевого чемпионата молодых профессионалов, часть общемирового движения WorldSkills, которым Россия делает первые, но уверенные шаги. Организаторы отмечают, что в городе-курорте есть вся необходимая инфраструктура. Вареные овощи и маринованный огурец, соус на основе растительного масла. Даже обычный винегрет может стать маленьким произведением. Помимо этого, за 4 часа участникам необходимо приготовить десерт с заварным кремом. Здесь полная импровизация. А также тельное, старинное русское блюдо. Зразы из рыбы с гарниром и минимум одним соусом. С заданием участники ознакомились заранее. По правилам есть стандартный набор продуктов, а также персональный заказ. В основном это касается зелени и специй. Учитель подходит и говорит, что ты едешь на конкурс. Все, без комментариев. И после этого начали готовиться. Анна Горобец из Крымска. Учится на повара-технолога. Сейчас девушке 18. В 12 она испекла свой первый торт. В 16 уже начала выпекать кондитерские изделия на заказ. К соревнованиям готовились 3 недели. Задания отрабатывали вместе с преподавателем не менее 20 раз. На этих соревнованиях десерт мы разработали сами. Нигде не брали его. Можно сказать, дизайн этого десерта приснился. Вот так вот. Мы решили его попробовать. Получилось очень красиво. Проявить себя, можно сказать, интересно. Узнать, смогу ли я это сделать. В общем, поставить какие-то перед собой цели. В отборочном этапе участвует 27 человек со всего Краснодарского края. 16 из них отправятся на региональный чемпионат. Анапский колледж сферы услуг принимает соревнования уже во второй раз. Как пояснили организаторы, здесь можно развернуть необходимое число рабочих мест, которые соответствуют стандартам. Помимо видимого результата, вкуса, цвета, эстетики, конечных блюд, эксперты оценивают технологию, владение инструментами и утварью. Чаще всего ошибки – это вредные привычки участников, очень часто проскальзывают. Например, вытирание руки об фарту. Это грубое у нас нарушение. Или, например, неправильное использование разделочных досок. У нас есть определенная маркировка разделочных досок. Если они ее нарушают, то тоже ошибка у нас. Также, например, частые ошибки у детей – это грязная тарелка при подаче. То есть они выкладывают блюда, но не соблюдают чистоту тарелок, всех бортов и так далее. Тоже грубое нарушение у нас. По словам Ксении Воздвиженской, те, кто принимает участие в соревнованиях на этом этапе, уже вполне способны работать помощниками шеф-повара в ресторане или кафе. Два представителя Кубани из Краснодара и Сочи в этом году приняли участие в чемпионате страны. Организаторы отмечают, что у анапчан достаточный потенциал и попадание их в число лучших в регионе – вопрос времени. В Анапе подвели итоги конкурса «Призывник года-2017». Он проходит в городе-курорте уже более 10 лет, давая возможность студентам, школьникам и воспитанникам военно-патриотических клубов продемонстрировать свои лучшие качества. 8 человек приняли участие в военно-спортивной подготовке и раскрыли свои творческие способности на сцене. В этом году конкурс посвятили 80-летию со дня образования Краснодарского края и 225-летию высадки казаков на Кубань. От участников требовалась серьезная подготовка. На первом этапе им предстояло пройти на время военизированную полосу. Второй этап творческий, но при этом не менее зрелищный. Большой интерес у зрителей вызвал конкурс ситуации. Участникам задавался определенный момент из армейских будней, который им нужно было обыграть. Молодые люди проявили находчивость и остроумие, с юмором подойдя к выполнению заданий. Ну что, товарищ боец, давай, Миша, все уже погрузились, все уже вон в воде, твоя очередь вперед. Секунду еще, пожалуйста. Мам, мам, помнишь, в 8 классе ты мне купила желе от плавочек, типа желтенький, да? Привези его, пожалуйста. Это не спортивный патриотический конкурс, это больше патриотический, где молодежь может сплотиться, а те наставники, жюри, которые будут, своим каким-то опытом и напутственным словом просто могут пробудить в сегодняшнее нелегкое время какой-то долю патриотизма. Олег Баранов занял второе место в военно-спортивном этапе, но блестяще показал себя в творческом конкурсе. Правильно ответил и на вопросы тематической викторины. В итоге титул «Призывник-2017» достался ему. Год назад Олег узнал о созыве юнармии и, не задумываясь, решил вступить в ее ряды. Признается, на протяжении всего конкурса его активно поддерживали друзья и одноклассники. Это придавало сил. Многое значит на самом деле. Победа в личном зачете на таком мероприятии, она всегда многое значит. Я буду продолжать в таком русле работать и учиться, потому что я иду в Министерство внутренних дел Российской Федерации. В этом году в социальной сети запустили онлайн-голосование. Впервые был разыгран приз зрительских симпатий. Лучшим призывникам вручили военно-тактические рюкзаки и спальные мешки. По окончанию конкурса на галоконцерте для участников и зрителей выступили лучшие творческие коллективы Анапы. Сегодня в Анапе определили лучшего воспитателя. На базе детского сада «Солнышко» завершился третий тур муниципального конкурса «Воспитатель года-2018». В этот день педагоги показали свои умения в работе с детьми с применением современных методик развития. Каждому воспитателю досталась одна из возрастных групп и определенное направление для занятий. На подготовку всего один день. Упор на технологии, стимулирующие активную деятельность ребенка и развивающие его самостоятельность. Педагоги проявили творческий подход и блестяще выполнили задания в игровой форме. Дети, они очень реагируют на эмоциональное состояние взрослого. И когда они видят, что взрослый им дает любовь, они излучают столько тепла, столько энергии, что взрослый заряжается этой энергией и готов вкладывать в них больше и больше и больше. В этом году уровень подготовки гораздо выше, чем в прошлом году. Я не первый год в жюри. Очень приятно, что воспитатели демонстрируют современные образовательные технологии в работе с детьми. На минимум свелись технологии, которые касаются просто ручного труда. А максимум – это такие современные технологии, как проблемное обучение, образование дошкольников, это коммуникативные какие-то навыки, то есть вот тризовские технологии – это вот такие технологии, которые, конечно, сейчас обязаны применять в своей работе наши педагоги. Как отметили сами воспитатели, дети им очень помогали. Они проявили активность в играх, с интересом отвечали на вопросы. По итогам конкурса первое место заняла воспитательница детского сада номер один Елена Окружнова. Она и отправится в Краснодар, чтобы представить Анапу на краевом этапе конкурса. Но это будет в январе, а пока ее ждут дополнительные мастер-классы, а также курсы повышения квалификации. И возвращаясь к главной теме – Дню сотрудника органов внутренних дел. Анапский отдел МВД – это щит города-курорта. А его основы составляют люди. Вот уже более 30 лет в рядах патрульно-постовой службы трудится майор полиции Леонид Ванак. Являясь старейшим сотрудником полка, он до сих пор в строю, причем в отличной форме. Секрет его успеха – прост. Ответственное отношение к службе, а также спорт и творчество позволяют не только удерживать высокую планку, но и служить настоящим примером для своих коллег. Музыка для майора полиции Леонида Ванага – любимое хобби. Десятки написанных песен и сотни стихов, заслуженные награды на всевозможных конкурсах. Это вторая часть жизни, которую Леонид посвящает в свободное от работы время. Особая гордость – коллекция гитар. Каждая гитара сама по себе уникальна. Вот, например, вот эта вот гитара ей уже почти 30 лет. Эту гитару я покупал еще, когда служил в армии в Средней Азии. Вот, она прошла со мной все горячие точки, и вот до сих пор она у меня жива, здорова и звучит. Леонид Ванаг признается, музыка для него не просто отдушина, а намного больше. Скажу честно, она мне очень помогает в моей деятельности. Это способ, скажем так, немножко отвлечься от того негатива, с которым мы ежедневно сталкиваемся, для того, чтобы суметь переосмыслить свое отношение к службе, переосмыслить свое отношение к гражданам, помочь и своим сотрудникам то же самое сделать, это все это правильно. Рабочий день майора Ванага расписан по минутам. Утренний развод, распределение патрулей по маршрутам, работа с документами. В обед тренажерный зал. Упорные тренировки помогают поддерживать форму и сдавать все нормативы на отлично. Далее обязательная проверка постов. Автовокзал – одна из горячих рабочих точек. Сюда ежедневно прибывает огромное количество людей. Обеспечение порядка и безопасности лежит на плечах анапских полицейских. Порядок обязателен и в их работе. Проверка документации, правильность оформления протоколов и подробный отчет от сотрудников. Все должно соответствовать нормам и букве закона. Как у подчиненных, так и у высшего руководства майор Ванаг пользуется авторитетом. Всегда дисциплинирован, требователен, справедлив. Леонид Леонидович у нас курирует вопросы комплектования, организации служебной подготовки. Заступает ответственным по разделению, осуществляет контроль службы. Могу сказать, что на Леонидовича можно положиться. Он умеет работать, умеет общаться. Грамотный специалист. Находит решение. Одним словом, не надо перепроверять. Если человеку поставишь задачу, может быть уверен в том, что он справится с ней. Благодаря взаимодействию и взаимопониманию всей команды, Анапский полк патрульно-постовой службы в числе лучших по Краснодарскому краю. Требования к обеспечению безопасности с каждым годом становятся все выше. А значит, что работа только усложняется. Но, несмотря на трудности и уже приличную выслугу лет, о пенсии майор даже не задумывается. Я являюсь самым возрастным сотрудником подразделения. Но, однако, сил у меня сейчас хватает для того, чтобы работать. Вполне хватает. Поэтому, пока о пенсии я не задумываюсь. Придет время. Всему свое время, как говорится. А там уже дальше. Я думаю, найду чем заниматься на гражданском поприще. Но пока что я нахожусь в строю и готов выполнять задачи вместе со всеми сотрудниками подразделения. Но самое главное, считает Леонид Леонидович, чтобы в строю не было боевых потерь. А со всем остальным дружная команда профессионалов справится. В Анапе продолжается практика выездных профилактических дней здоровья. Очередной медицинский десант высадится уже в эту субботу в станице Анапская. День здоровья пройдет под девизом «Профилактика сахарного диабета». Его традиционно проведут специалисты Центра медпрофилактики и лечебных учреждений Анапы. Без талонов и очередей сельских жителей смогут побывать на приеме у невролога, эндокринолога, хирурга, лор-врача, офтальмолога, кардиолога. Сдать анализы крови на холестерин и глюкозу, сделать ЭКГ и пройти другие диагностические исследования. Всех желающих будут принимать с 9 до 13 часов в амбулатории номер 1. И в эту же субботу пройдет День здоровья для детей в амбулатории села Супсех. Его проведут врачи детской городской больницы. Городская поликлиника с 11 по 19 ноября приглашает Анапча, находящихся на диспансерном учете с диагнозом сахарный диабет, посетить своего врача и пройти углубленное обследование. Профилактическое мероприятие, приуроченное к Всемирному дню борьбы с диабетом, призвано повысить осведомленность о том, как во многих случаях можно предотвратить развитие этой болезни. По данным ВОЗ, сахарный диабет сокращает продолжительность жизни и увеличивает смертность в 2-3 раза. Жители курорта ждут в городской поликлинике и ее филиалах по адресам. Улица Крепостная, 85, улица Ленина, 131, улица Чехова, 4Г. Телефон регистратуры 85 47 29. А 15 ноября в Центре медпрофилактики пройдут занятия в Школе здоровья на тему профилактика сахарного диабета. Слушатели получат консультацию специалиста, наглядный информационный материал и знания, которые помогут сохранить здоровье и предупредить развитие осложнений, повысить качество жизни. И в завершение выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.